И снова добрый вечер, дорогие мои, с вами абсолютно упаханный алкобарт и внезапно задолбанный Богдан. Поэтому мы сегодня обязательно будем что-то пить, а заодно об этом, естественно, поговорим. И главный вопрос, что мы сегодня будем пить, потому что у нас сегодня не потребительская корзина. Сразу говорю, у нас потребительский пакет. Хорошо позвякивающе, там есть банки и есть стекло. И до сих пор мы еще, я так понимаю, не решили, что из них, потому что... Потому что куплено 5 минут назад. Ну, 10, давай, так, не будем врать, 10. Мы успели там рубашечки одеть, вон ты. Я так везде не ходил. Не злой, трезвый, да. А еще, если у нас красные глаза, то это мы не курили что-то запрещенное. К сожалению. К сожалению, да. Мы, к сожалению, в бассейн ходили. То есть вы представляете, весь день упахиваться, тут в огороде строить, мягко говоря, очень нужное строение на участке. Одно из самых важных, я бы сказал. Экстренно необходимых. Да, экстренно необходимых. Также яму там копать, это долбанное. Долбанное. И после этого жена сказала, надо в бассейн расслабиться. Охренеть, как расслабились. Вы представляете, руки вообще что-то не двигаются. Ну да ладно, что мы пьем? У тебя монетка есть? Глеб где-то тут посеял. Глеб где-то посеял. Давай по-другому. Как там, по спорту, а есть ли у нас открывашка? Открывашка есть. Давай так. Смотри, одна длинная, вторая короткая. У нас есть два варианта. Два длинная, это гуси. Длинная это гуси, а вторая это дичка. У нас есть, жили у бабуси, два веселых гуся, которую, может быть, я тогда на следующий вариант оставлю, если не выберу. И у нас есть дичка. Да, одна длинная, вторая короткая. Ладно, давай вот эту. Эта длинная. И что мы пьем? Блин. Вот все, что вам нужно знать. Ладно, давай гусей. Давай гусей, слушай, это будет весело. Во-первых, нам тогда не нужна открывашка. Да, а во-вторых, тогда запороли мы дичку. А гусей я так не попробовал. А, дичку мы запороли, а гусей так и не попробовал. Короче, два гуся. Медовуха какая-то там. Еще два гуся. Пуаре. Что такое? Пуаре, это грушевый сидор вообще. Это такое слово. Четыре, да. И еще два, это сидор яблочный. Шесть гуся. Так, ну, значит, это уходит на следующую запись. Это нам сегодня не пригодится. Разве что мы решим не записывать. Точнее, я скажу, давай сразу. Ладно, два гуся, сидор яблочный. Я так понимаю, это самый простой из линейки. Если это грушевый, и там что? А, 0,43. У тебя 0,45. Не понял. 0,45. 43, 43. То есть сидор яблочный больше всех. Господа, свершилось. Слава богу, нам целых 0,45 налили. 0,5 когда-то было. Когда-то было. А здесь 0,43, да, в этих двух? 0,563. Позор вам. Кто вы? Кто они? Давай на 0,43 посмотрим. Объединенные пензенские водочные заводы. Европейские вина. Город Минск, улица Ракуз. А, это поставщик, пардон. Изготовители читаем. Объединенные пензенские водочные заводы. Местонахождение Россия. Как ни странно, Пенза. Да, улица Московская, Максима Горького. Там, видать, уголок. Литера А. Дом 56, 34. Короче, не будем дальше читать. Кому надо, тот найдет. Код производителя на дне банки. Подожди. А, есть еще вариант Нижделомовский ликюроводочный завод. Есть еще вариант United Technology Bottling. О, короче. Где оно разлито, мы не в курсе. Я тебе намекну, это мало кому интересно. Это мне интересно. Смотри, гадил лапаньки у гусей. Лапаньки такие танцующие. Причем, кстати, разные. Смотри. Они все танцуют в разную сторону. У меня в бочонке. Поставь. Трох. У них лапки у всех в разные стороны. Смотри. Не, классно. Упаковка. Упаковка хорошо, да. И тем более, почему два гуся. Ну, в принципе, два на каждой бутылке. Да. Ну. Надо узнать, почему два. С чего начинаем? Ну. Со всех. Я медобуху, мне нравится. Слово медобуха. Давай откроем все. Это классно. И накапаем все. Давай по половинке примерно. Так, чтобы типа пена была, если она там есть. Ну, я бы сказал, светофорчик. По цвету разница есть. Я честно думал, что груша будет одинаковая с яблоком, но реально разница есть. Так, давай яблоко по центру. Это груша. А, пуаре. Пуаре. Тут груша нарисована, видишь? А глюквенная медовуха, ну, хрен его знает. Ладно, давай запах. Тогда мне эти вот. А, ты так будешь с горлоком. Ну, сидор яблочный, сидор яблочный. Это знаешь, как коньяк-коньяк. Вот это нечто вроде того. То есть вообще... Да, разбавленный, что ли. Нет, он такой должен быть по большому счету. Пуаре. Нет, чтобы написать просто. Сидор грушевый. Пуаре. Ну, пюре, не знаю, как пишется. Не знаю, как пишется пюре, но грушкой тянет немного. Не, тут самое обалденное запах. Блин, у нас сладости дофига. Реально дофига сладости такой. Ну, я не знаю, как... Не, ну медовуха и должна быть. Слушай, а давай... Вот мне просто интересно, что у нас по составу вообще. Вода питьевая подготовленная, сок яблочный концентрированный, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, диоксид серы. Это хорошо, это значит, такие натуральные брожения было. Консервация арбаткалия. Ну, я думаю, здесь тоже самое, только здесь будет груша. А вот медовуху ты читаешь, твоя очередь. Да, блин. Опять эти буквы. Опять эти буквы? А ты их только забыл, да? Где-то сахар, мед натуральный, концентрированный клюквенный сок, концентрированный лимонный сок, упаковочный газ, диоксид углерода. Ну да. Содержится антиокислитель, диоксид серы. Все. Ну, короче, все три по факту натурального брожения. А ничего, про клюкву они есть. Все три явные фильтрашечки, так скажем, ну, потому что натуральное брожение было бы то ли с осадком, то ли немного мутняшкой, ну, обычно всегда так бывает, особенно если вы делаете сами. Поэтому поехали, начнем с самого простого, наверное, с ямночка. Давай. Бзгань. Не далее, как вчера, мы, вот когда вы приехали всем, мы гуляли около Несовского замка. И мы немного офигели, потому что люди купались на Марысином парке, пляж. Ну, вот мы там идем, и люди купаются. Вот это хрень в жару, когда купаться. Обалденно. Ну, должна быть жара. Вчера-то было там 23 где-то, да, то есть такое себе. Вчера, смотря во сколько часов. Вчера была и жара до плюс 40 почти. Ну, что-то да. И плюс 10 с дождем. Ну, вот это реально, это в жару, когда вот такое, оно никакое. Оно просто взять и идти вдоль набережной. Прохладительный напиток, но с привкусом этилового спирта. Вот, наверное, так скажем. Да, и немножко в башку даст. За временем. Может, и не немножко, ты знаешь, может и хорошо дать. В зависимости от количества. Ну, это реально вот такая, прохлаждашка. Нет, это хорошо. Я вообще, я даже, наверное, про него не смогу ничего другого сказать. Да. Слабенькое, ощущение как разведенное. Объем 0,45. Спасибо вам большое, обедненный пензенский. Ты что, не кланяешься, паразит? Спасибо вам большое за такой объем в 0,45. Вот 0,43 это для нас, для холопов, да? А тут нам барский напиток подали. Не, ну вообще за такое, конечно, надо в морду бить. Ну, а давай попробуем. Груш, пуаре. Давай пуаре. Оно послаще. Но, по факту, те же яйца, вид сбоку. Но послаще. Оно слаще, вкуснее. Короче, более девочковый вариант, я бы, наверное, так сказал. Это более никакой вариант, я бы сказал. Оно более насыщенный вот этот вариант. То есть мужской вариант здесь используют только в качестве запивки, по большому счету. Да. Реально, просто так употреблять сей напиток, ну вряд ли. Вы, скорее всего, возьмете пиво. Кстати, крепость здесь, ну, 5. Везде по 5. Везде по 5. Ну, хоть что-то везде. А то давайте сделаем еще 5,4 и 7,4. Не, ну, градация по объемам, это странно. 0,43. При этом, заметь, банки, банки. Одинаковые. Одинаковые. Бука, что ты вошь. Собака сегодня, простите, цепная. Она сегодня себя плохо вела, пока мы строили за чем-то, как это здание называется, наружный сортир. Я вообще не знаю, зачем он нужен, когда уже готов, нормальный. Наружу. Ну, пусть будет, для гостей. Вот приехал Богдан, иди туда. Ну, всегда лучше иметь запасной вариант. В общем, это скотина. В это время, ну, я не про Богдана, я про собаку. Она сделала подкоп и выбралась гулять по местности. Хорошо соседи подсказали, мы ее во время поймали. Она уже пошла каких-то цуциков доедать. Ну, в общем, что-то такое было. Доедать? Да, сам оказался мертвый, пришлось доесть. Да, медовуха. Давай медовуху. Блин, я на нее делаю самые большие ставки. Сколько? Ну, медовуха от тебя. Хотя, из этих трюх... Ну, это, я бы сказал, чисто, девочка. Ну, оно все какое-то... Ты знаешь, нет, все равно, из этих трюх, как самый насыщенный, как самый такой яркий, это, блин, медовуха. Мне больше этот... А, да, медовуха, она чуть-чуть как будто бы горчит. Там клюква. Ну, вот. Она должна кислинку и горчинку давать. Угу. Ну, вот-вот, давай так, по очереди. Груша слаще, чем медовуха. Груша реально слаще медовуха. Ну, блин, мне нравится. И то, и то. Яблоко никакое. На этой радостной ноте мы уже обз... Заболтались, я бы сказал. Поэтому, наверное, у меня коктейль-кабар. Имею полное право. Поэтому мы будем делать из трех напитков один шесть гусей, так скажем. В принципе. Объединим в одного. А ты пока рассказывай. Давай. Я пока пью, а ты рассказывай. Это все классное. Конец. Рассказывай. Не, в принципе, ожидался, как будто бы это будет трешечок. Два гуся куплены в каком-то магазине за два... В острове чистоты. В острове чистоты, да. Типа что, туалеты эти мыть? Нет, очень классные. Как сидры, как... Хорошо. Ты это возьмешь еще? Безусловно. Кого? Эти два. То есть яблоко все-таки никакое? Угу. А в общем, еще то яблоко... Надо повыбирать. Пока. Ты пошел выбирать? Угу. Ну давай, пока ты выбираешь. Гораз ты мне оставил только яблочко. Я уже его и накапываю. Но вообще, мое личное мнение. Напитки, абсолютно имеющие право на жизнь, хоть они и ржачные по названию, по производителю, но по всему они ржачные. Яблочный сидр, да, откровенно, слабоват. Ну как, я бы назвал разведеночка. Наверное, что-то такое. Но вот эту разведеночку летом по жаре офигенчик. Кружка девочковая, медовуха. Честно, я от нее тоже ждал вот что-то такого. Ага, медовуха, класс, клюквенная. Не дождался. Но она и неплохая. Она неплохая. Она хорошая, но не супер. Ну, давай так, я как заключительную бахню яблочко, хотя бы потому, что она единственная с более-менее честным для нынешнего времени объемом. Господи, скоро вновь 130 будут накапывать. А ты уже выбирай сам. Кого? Вот выбор. А, вот так? Да. Ты взбивок стволов будешь? Ну давай. Ну попробуем. Так, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что уйдет в следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. Смотрим и всем пока. Это было предсказуемо. За предсказуемость. И уж теперь точно всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...